добрый день дорогие друзья мы рады вас приветствовать на втором дне нашего марафона по смене финансовых убеждений сегодня наша тема актуальна для каждого родительское финансовое наследие будем говорить о мамах и папах о том какой приданный мы прихватили вместе с воспоминаниями о наших родителей рада приветствовать те кто сегодня присоединился к нашему марафону вы спасибо вам огромное сделали большое количество репостов рассказал о нашем марафоне это позволило многим людям присоединиться и традиционно как всегда напишите пожалуйста город и страну который вы представляете а также в двух словах напишите пожалуйста выполнение вчерашнего домашних заданий повторное прослушивание занятия вчерашних какие вызвали у вас ощущения это было как что сравните это с чем-то напишите это в любой форме существительные или глагол нам очень интересна ваша обратная связь нам очень интересно как это сработало для вас потому что у каждого человека тема финансовой грамотности раскрывается по-своему раскрывается более динамично раскрывается более активно нам очень важно почувствовать результаты каждого из вас и мы подождем пока в чате появятся ответы это очень важно прочесть то что пишет ребята потому что когда мы даем время тому что важно для других людей мы создаем причину что в нашей жизни появляется то что важно для нас и первым на нашей экскурсии будет обзорное путешествие по десяти материнско-отцовским заваливающим финансовым убеждением приготовьте ручки и блокноты дать для записи прямо сейчас я озвучу мы с вами разберем топ-10 самых частых самых глубоких финансовых ограничений которые мы внимание незаметно для себя прихватываем от своих родителей перенимаем их зачем мы это делаем это для нас способ их помнить итак мы записываем финансовые убеждения и по десятибалльной шкале оцениваем насколько это есть у меня но у меня этого нет меня это не коснулось 10 я прихватил по полной вот я как-то не задумывался но мне кажется что у нереально это есть итак поехали первое убеждение звучит так тратить деньги нужно не на себя а на что-то полезное и пока я не занимаюсь чем-то супер важно я не говорю что-то супер полезно пока я не могу дать людям супер ценность денег я не достоин если сказать кратко деньги на себя тратить нельзя деньги нужны только для чего-то полезного а пока я бесполезен денег не видать это очень тонкая ниточка и она может быть вплетена ваше сознание очень аккуратно попробуйте сейчас почувствовать что поднимается и если ощущаете что хоть в каком-то вообще проценте есть от единицы до десяти это у вас поставьте в чат мы увидим тогда линейку как это убеждение проявляется у разных людей а также себе блокнот записывать убеждение номер два мы все копеечные миллионеры на фоне других я вообще-то богач у кого есть убеждение что в принципе я тоже неплохо живу но не езжу я на какой-то супер дорогой машине в какие-то супер тишинебельные места ну езжу я в автобусе нашу я самую обычную одежду что многих людей и этого нет у кого внутри вы точно ощущаете есть какой-то протест вообще против роскоши против чего-то сверху и мы честно и говорим хорошо это или плохо но у нас внутри есть ощущение что с одной стороны да я хочу денег но с другой стороны вот это прямо как-то странно ну как то у меня будет возможность ездить на такси вместо метро ну как это я одену костюм за 1000 долларов нет нет мне не такой не подходит у кого есть вот это вот отрицание изнутри ноль у меня этого нет 10 у меня это есть можете любую цифру выбрать между единиц и десятью третье ограничивающее убеждение которое мы прихватываем от мамы и папы звучит так деньги всегда портят отношения между людьми это вот прямо ну вот я вам гарантирую точно есть у каждого из вас в той или иной степени обычно в очень высокой пока родители были бедны они жили все было хорошо только стали зарабатывать сразу что-то там развалилась женщины часто думают если я начну зарабатывать деньги партнер от меня уйдет наши отношения развалятся часто женщины подобным страхом изобилия блокирует финансовый поток мужчин и вместо вдохновения поддержки и колыбели которую хотят мужчины получить приходя домой такой поддержки абсолютного принятия женщины наоборот начинают делать нервы выносить мозг там пилить и ставьте слово которое вам больше подходит поэтому если у вас сейчас у вас поднимается что у вас где-то есть в проценте измерите как то у вас от 1 до 10 убеждение номер четыре хочешь больше денег больше работы это тоже очень распространенная тема что если у меня будет 25 работ то я прям сразу стану миллионером ну по опыту вам могу сказать что если у вас будет 25 работ то жизнь ваша будет коротка и наверное в этом к счастью потому что ну это абсолютное страдание когда ты 24 на 7 работаешь и твоя жизнь это работать работу однажды мой учитель сказал лена работа порождает работу и работа от слова рад и вот в этих словах есть очень глубокий смысл вы должны понимать что не работа причина денег потому что если бы работа была реальной причины денег то тогда все кто много работы были бы богат а это не так и что является действительно причиной денег мы с вами будем изучать на курсе арт-терапии в работе с финансами вы знаете что этот марафон проводится как предстартовая разогрев разминка перед началом 29 октября этого прекрасным курсом который я вас приглашаю убеждение номер пять просить повышение зарплаты поднимать стоимость за свои услуги стыдно это унизительно мне это не подходит подумайте где у вашей матери или отца был вообще стыд говорить о деньгах о том что ваша работа стоит больше или ваши продукты или товары стоит больше точно это проскакивало в каком-то аспекте у одного родителя возможно даже у твоих и оцените как это у вас друзья вовсе не обязательно что все ограничивающие убеждения присутствует у вас в десятибальном размере какой-то присутствует в единице какой-то в двойке но так или иначе каждое из этих ограничений нас есть пункт номер шесть называется моя работа мое предназначение и я тут не ради денег это смысл моей жизни и это конечно абсолютная беда если вы так думаете потому что предназначение это место это пространство это деятельность где я служу миру где я отдаю понимать отдаю а если я в какой-то момент вместо того чтобы отдавать начинаю думать что предназначение то что мне должно приносить то я вообще тогда не понимаю разницы между предназначением и работы работа это место пространство которое приводит деньги вашу жизнь предназначение это место куда вы относите деньги служите там миру другим людям идеям каким-то которые вы верите и так далее и так далее поэтому не нужно путать работа и предназначение не надо работать за любовь любовь дается бесплатно всем по праву рождения понимаете работать нужно за деньги седьмое ограничивающее убеждение которое мы часто прихватываем от своих родителей называется я ничего не понимаю в деньгах деньги есть только у тех кому повезет я не разбираюсь в инвестировании я не понимаю как эти деньги вообще там привлекать в общем я не в курсе и вот такой знаете оппозиция такой я глупый я не совсем понимаю но по сути это позиция я не хочу разбираться типа это но это мне мне не повезет это ожидание легких денег и если у вас это есть то оцените тоже насколько по 10 парняшка пункт номер восемь называется я должен браться за любую работу которую мне дают и это конечно тотальная вообще ошибка потому что если мир видит что мы человека которого психологии называют всегда согласны то мир начинать с нами играть и он дает нам самую тяжелую работу за самые маленькие деньги и проверяет насколько нас хватит насколько мы глупые и если мы терпим это все то игра затягивается до такого что вы просто истощаетесь что это обозначает это означает что не надо идти на все курсы подряд надо выбирать это обозначает что не надо соглашаться на любую работу нужно выбирать и искать и да если альтернатив немного то нужно время чтобы поискать но не соглашайтесь на любую работу подряд у вас есть право выбора пользуйтесь им ограничивающее обеждение номер 9 деньги это зло деньги это грязно деньги это грех и поэтому лучше я буду чистеньким таким значит спокойно буду спать но зато бедный не в деньгах счастье вот если у вас есть вот это вот обеждение глубокое хотя вы понимаете что вам нужны деньги вы созданы для того чтобы они у вас были то почувствуйте насколько по десятибалльной шкале для вас это убеждение подходит и десятый пункт называется если человек богат значит он не духовный значит он хам и вообще духовный человек это человек нищий который от всего значит отказался а ест хлеб и воду питается солнечной энергией а если ты богат значит ты никакой нравственности этики у тебя нет и это тоже очень сложное ограничивающее обуждение потому что единственная задача вообще бизнеса и карьеры это чтобы мы это сделали частью духовного пути чтобы мы научились деньги использовать как духовную энергию потому что деньги дает нам возможность делать такого уровня добрые дела невероятно если мы понимаем что деньги нам нужны для того чтобы мы стали пунктом приема денег сверху и распределением этих средств среди людей это невероятно осознание когда вы разрешаете себе быть трубоги проводником потоком через которые деньги входят в жизнь других людей ну и ваше естественно тоже запомните в банке деньги есть всегда и банк раздает деньги другим людям и вы должны стать банком иногда работая по найму мы становимся банковским работником но совсем печально когда мы занимаемся тем кто приходит брать кредит так вот вы можете стать банком и я прошу сейчас поставить три плюса тех кто уже сейчас понимает какие ограничивающие убеждения у вас присутствуют над какими стоит работать и как работать я там момент когда буду отвечать на последний вопрос наша вторая опция на сегодняшнем эфире это путешествие на трамвайчике детства за благословение на изобилие от родителей и мы с вами это сделаем форме короткой медитации сайте пожалуйста комфортно убедитесь что ваша спина прямая прикройте глаза убедитесь что стопы стоят на полу комфортно что ваши плечи расслаблены живот немного втянут и и лопатки чуть отведены назад убедитесь что ваш подбородок параллелен полу поставьте язык аккуратно в основании верхних зубов расслабьте кожу лица и переведите ваше внимание на дыхание начните наблюдать за вдохом и выдыхать в стопы буквально просканируйте ваше тело дайте ему внимание дайте ему поддержку и принятие и сейчас мы с вами выполним небольшое путешествие в наше детство представьте что подъезжает красивый детский паровоз на котором написано моё детство двери открываются и очень вежливый кондуктор приглашает вас войти и у вас есть билет и вы входите присаживайтесь это очень приятное место вам сразу предлагают леденцы и ту сладость которую вы любили в детстве больше всего и и поезд трогается и вы понимаете что он едет назад что он едет в сторону вашего детства и прилетают года и события и мы сейчас не оцениваем эти события мы просто наблюдаем со стороны потому что у нас есть задача мы приехали в свое детство за благословение очень мягко и медленно поезд останавливается и вы выходите из небольшого вагончика и на перроне вас ожидают ваша мама и ваш папа и не улыбается увидеть их молодыми красивыми испытайте чувство радости что вы можете помнить их если есть такое что вы не знали своих родителей представьте как они могли бы выглядеть и используйте этот образ он будет работать точно также как истинное воспоминание а теперь представьте что ваша мама стоит рядом и вы берете ее своей левой рукой за правую руку ваш бей вас берет ваш отец и вы буквально ощущаете как энергия поддержки наполняет ваше тело а за вашей спиной выстраивается весь ваш рода вся ваша семейная ветка на тысячи поколений назад и ощущая эту невероятную устойчивость и поддержку вы просите мысленно у матери и отца у матери и отца благословение благословение на том чтобы вам было разрешено изобилие благословение на счастливую жизнь благословение на достаток попросите матери и отца благословение на изобилие и посмотрите в глаза и увидите в глаза как те которые полны любви и мягкости и заботы и увидите как мама и папа дают вам это благословение и их ответ есть всегда и этот ответ да и почувствуйте как ваше сердце из сердца мамы и папы буквально начинает строиться энергия которая раскрывает ваше сердце из него начинают падать акулы цепи и сейчас могут подняться очень трогательные чувства и вовсе не важно чтобы мама и папа давали свое благословение в реальной жизни наше сознание способны это сделать и не важно где сейчас находятся ваши родители потому что они всегда живут в нашем сердце и в нашем сознании и теперь почувствуйте как их благословение распространяется на тех людей которые сейчас есть ваша жизнь как и благословение проистекает вашу работу ваша личная жизнь ваши отношения самим собой и становится все ясно и четко и понятно теперь представьте как то если ваша жизнь станет изобильным повлиять на жизни других людей как вы сможете помочь тем кого вы знаете вашим близким как вы можете помочь тем кого вы не так хорошо знаете а теперь подумайте сколько существует тех кого вы не знаете но им очень нужна помощь и для этого вы должны быть изобильны и примите внутреннее решение открыться изобилию чтобы стать причиной для счастья многих людей и для себя самой или для себя самого сделайте несколько вдохов и выдохов и теперь очень мягко и нежно очень аккуратно открывайте глаза поделитесь пожалуйста что поднялось у вас за время до медитации мы настоятельно рекомендую делать эту медитацию какое-то время это очень важно составить у себя в сознании самую сильную и мощную картинку которая спроецирует на экран ваше воображение и тогда в вашем внутреннем отношении к себе произойдет то что мы называем благословение на изобилие и домашнее задание она называется встреча собственной силы мудрости и получение задания практики на этот день ваша задача выписать пять негативных финансовых установок которые в себя смогли обнаружить за эту встречу и которые возможно еще поднимутся до завтра а после этого составить 10 фраз которые будут звучать как убеждение и которые на ваш взгляд если они будут приняты вашим сознанием позволит вам сделать шаг вперед финансовому изобилию очень важно чтобы эти 10 новых убеждений вы записали левой рукой не ведущей рукой если вы левша записывайте право 10 убеждений например деньги это то что поможет мне стать благословением для счастья других людей деньги это энергия света деньги это часть духовного пути я разрешаю себе деньги деньги это просто энергия с которой я могу прикасаться когда захочу я уважаю деньги это пример убеждений которые стоит написать левой или не ведущей рукой на бумаге и поразмышлять над этим очень важно чтобы вы увидели себя записывающий записывающим эти убеждения это все что я хотел сказать вам на сегодня я напоминаю вам что мы открыты очень ждем вас на курсе который стартует 29 октября он называется арт терапии в работе с финансами где мы продолжим с вами работу над нашими финансовыми ограничениями посмотрите обязательно программу хочу сказать что для вас есть специальная стоимость этого курса и она насчитывает 5800 гривен вместо 6500 но это еще не все за каждое выполненное задание в личном кабинете вам будут еще начислены дополнительные бонусы и вы также можете использовать эти бонусы для того чтобы расплатиться ими такая своеобразная валюта я развиваюсь практикую и получаю за это бонусы для дальнейшего обучения желаю вам сегодня прекрасной практики спасибо вам за вашу невероятно глубокую работу на медитации это ощущалось и для меня честь проводить для вас эти встречи традиционно напишите что для вас сегодня было самое важное я жду вас завтра на наше третье путешествие для нашей третьей работы спасибо вам что приходите на занятия вживую это очень важно это заряжает спасибо за ваше усердие неделю не променяйте океан на лужи до встречи завтра